Две недели назад попкопал вот эту и вот, всё, вот они практически пустые. Жители 47-го общежития на улице 40 лет Октября запасаются средствами от насекомых чуть ли не каждую неделю, так как бороться с тараканами им приходится, можно сказать, 24 на 7. А постоянно бегут, ладно, когда сейчас свет, а когда ложишься спать, выключаешь свет, они просто с потолка на тебя, с спящего сыпятся. Просто подскакиваешь ночью и начинаешь его где-то травить, где-то убивать. Как рассказывают люди, незваных гостей развела их соседка, которая постоянно носит к себе в комнату пакеты с мусором, в которых есть не только поношенная одежда, но также сгнившее мясо. Однажды люди попытались решить проблему своими силами, запенив дверь, но даже это не помогло. Насекомые всегда находят лазейки и выбираются наружу. По словам людей, своё предыдущее жильё женщина также завалила мусором, из-за чего её и переселили в общежитии. И хотя здесь она появляется очень редко, после каждого её визита комната пополняется новыми пакетами с мусором, причём тянется эта история на протяжении трёх лет. Три раза полиции звонили, в администрацию обращались, то есть должны были приехать, но так к нам никто не приехал. У нас дети как будто это всё клопают, у нас ребёнка кусали, ну зачем мне это надо? В администрации Каннска прокомментировать ситуацию пока не могут. Как отмечают специалисты, жителям дома необходимо обратиться сразу в несколько инстанций – Роспотребнадзор, участковому и в прокуратуру. Затем с их заключениями пойти в суд, который вынесет предписание владельцу привести помещение в порядок. Однако, как показывает практика, часто Плюшкины отказываются избавляться от своих богатств. И тогда, если жильё находится в социальном найме, это требование обязан выполнить муниципалитет. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.